Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Елена Самарина. 17 миллионов рублей направили на монтаж нового покрытия и отопления в Алтайском училище Олимпийского резерва. Инициатива такого обновления принадлежит Краевой федерации баскетбола. Ее участники обратились в Минспорта. Паркет вместе с укладкой обошелся в 8 миллионов 147 тысяч. Водяное отопление стоило 1 миллион 513 тысяч рублей. Торги по укладке паркета выиграла фирма из Чебоксар, чей завод его и изготавливает. Контракт был заключен 8 августа. Подрядчик сделал все качественно и быстро. Предполагается, что в зале будут заниматься баскетболом, бадминтоном, волейболом. Для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра имени Германа Титова поставили уникальное зеркало. Выполнением работ занималась госкорпорация Ростех. При создании уникального стекла применялись специальные технологии. Анализировалась информация о форме зеркала. Специалисты проводили частичные исправления поверхности, контролировали ее обработку в процессе изготовления. Впереди монтаж и установка направления главного информационного телескопа. Вес с оправой почти 12 тонн. Трудятся над проектом 11 предприятий соисполнителей. Введение в работу такого телескопа с диаметром главного зеркала 3,12 метра на высоте около 700 метров позволит оценивать состояние конструктивных элементов, ориентацию аварийных космических аппаратов и уточнять конструктивные особенности. Жемчужина туризма. На 6% вырос турпоток в Алтайском крае за 8 месяцев этого года по сравнению с этим же периодом прошлого. Он составил 1 миллион 700 тысяч человек. По прогнозам Управления по туризму, количество желающих увидеть регион в следующем году в целом увеличится на 100 тысяч. В итоге Алтайский край посетят 2 миллиона 300 тысяч гостей. Эти цифры приводят Управление по туризму. Ближайшее событие «Магнит для путешественников» – это фестиваль «Алтайская зимовка». На него ждут тысячи гостей со всей страны. Рост турпотока связан в том числе с созданием новых форматов размещения. В этом году Алтайский край получил около 1 миллиарда рублей для реализации программы по созданию глэмпингов. Это купольные шатры для проживания с комфортными условиями внутри. Скачки на миллион, а точнее на 7 миллионов прошли в селе Новотырышкино Смоленского района. Это призовой фонд всероссийского турнира «Большой сибирский круг». Как прошли соревнования, смотрите в сюжете. Торжественное шествие казаков открыло соревнования по конному спорту на ипподроме села Новотырышкино Смоленского района. Это шестой, последний этап всероссийского турнира «Сибирский большой круг». Предыдущие пять прошли в других частях округа. Все приехали из Сибири, даже из Москвы привезли лошадей. Самое главное, что мы здесь самый большой приз сегодня в России проводим. Приз национальное достояние. Национальное достояние – это Орловский рысак. Это действительно большой приз. Призовой фонд в этом году около 7 миллионов рублей. Самые большие награды – народное достояние – 3 миллиона рублей, кубок губернатора и золото Алтая – по 1 миллиону. За них боролись участники из 10 регионов, в том числе Хакасии и Чечни. Будет решаться он в последнем круге. Очень много решится на ноги. Милочка, какая она? Всего провели 9 забегов и одну скачку. На скачках жакей сидит на жеребце верхом. А в забегах управляет им из специальной коляски. Участвовало 82 лошади – все рысистых пород. Очень много лошадей. Все красивые, все спортивные, стройные, мускулистые. Я даже не знаю, кого можно выделить. Полный восторг. Приз «Народное достояние» забрал наездник из Чеченской республики. Кубок губернатора достался гостю из Новосибирской области. А золото Алтая получил уроженец Алтайского края – Сергей Меркулов. Место финала Большого Сибирского круга на следующий год еще не определено. Зато точно известно – один из промежуточных этапов соревнований пройдет в Алтайском крае. Алина Борисенко, Евгений Андреев. Новости. И на этом пока все. Субтитры создавал DimaTorzok